здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков этим видео я врач диетолог натуропат борис скачков автор более 50 опубликованных дней брошюр разных странах начинаю серию видео как приготовить чай китайский правильно в этом видео вы узнаете как приготовить чай для молодых здоровых мужчин и женщин почему нужно структурировать приготовление чая все очень просто чайный лист содержит достаточно сильно действующие алкалоиды теин теобромин тефилин а также некоторые другие физиологически активные вещества из-за которых насекомые просто разбегаются при ощущении этих алкалоидов а травоядные жвачные животные просто не едят чайный лист они просто не знают как разделить полезные и вредные вещества а диетолог и фитотерапевт доктор скачков знает это и вот я научу вас как готовить чай правильно зависимости от вашего пола возраста уровня здоровья образа жизни погодных экологических условий ну некоторых других особенностей вашего уровня здоровья вашего индивидуального состояния здесь и сейчас и так как готовить чай правильно первое выбор воды в данном случае вода должна быть максимально очищена а будете вы использовать фильтр под названием обратный осмос но выключите функцию минерализация или дистиллерную воду это уже говорится ваш выбор минерализацию этой воды произведет собственно чай вернее экстракция полезных веществ в напиток и в этом случае вы получите максимальную пользу если вы берете воду жесткую воду не очищены вы рискуете своим здоровьем и чтобы больше узнать наберите на моем канале видео как выбрать воду для чая китайского и вы поймете как это не просто заварить чай китайский на любой воде вода должна быть правильная далее безусловно выбор чая такое видео также есть надеюсь что вы со своим выбором определились я чаще всего завариваю белый либо зеленый чай ну а вы можете заварить тот который вы считаете по своему вкусу но рекомендации какой чай лучше на моем канале есть как выбрать чай для того чтобы заварить чай китайский для профилактики различных заболеваний такое видео на моем канале также есть и так далее вода температура воды есть эксперты которые считают что нагреванием воды вы делаете мертвые в этом случае чай принесет вам безусловный вред пока вы будете ожидать заваривание или настаивание чая на холодной воде или воде комнатной температуры медленная экстракция активных веществ окружающий вас среде кислород как активный окислитель бактерии как активные потребители биологически активных веществ и я очень сомневаюсь что большую пользу вам этот чай принесет настойный на холодной воде особенно если это брать уж очень холодную воду поэтому нагревать придется нагревать придется правильно часть экспертов советую что нагревать чай нужно до вернее воду нагревать до состояния белый ключ когда растворенные в воде газы приходят во взвешенное состояние готовы выделиться из воды диетолог скачков говорит что такой водой прекрасно можно будет обработать чашки из которых вы будете пить чай заварник которым будете заваривать чай для дезинфекции если взять метафизику взять древние представления то для удаления духов злых духов которые могут находиться в этих в этой посуде на самом деле злые духи которые могли реально там быть это просто банальные бактерии возбудители бактериальных вирусных грибковых инфекций которые могли вам навредить ну а современные злые духи это та бытовая химия с помощью которой вы мыли чашку мыли заварник и не отмыли полностью от этих моющих веществ вот обработка вот такой водой состоянии белый ключ позволит вам дезинфицировать и сделать эту посуду более удобной более правильной для приготовления чая и пока вы обрабатываете этой водой посуду и пока она у вас настаивается то есть чашку вы закрываете блюдцем заварник понятно закрыли заливать нужно где-то на треть на пол объема от водой белого кипи кипением белый ключ и вода продолжает дальше греться доходит до состояния кипения а там настаивание происходит далее что вы делаете далее выводу выключили и дезинфекция посуды продолжается она должна остывать абсолютно правы те эксперты что 100 градусов температура воды опасно для чая действительно биологически активные вещества из чайного листа могут выйти при температуре 85 90 градусов но это вода не на стадии нагревания а вода на стадии остывания вот здесь такой остывающей водой вы и зальете первый раз выбранный вами чай почему говорю первый раз дело в том что на поверхности чайного листа находятся свои злые духи раньше не знали что это такое сегодня наука выяснила что чайный лист на нем очень легко оседают возбудители грибковых инфекций и первое заваривание первые скажем так экстрактивные вещества которые выходят напиток их надо конечно же потерять потому что они механически смоют с поверхности вот те опасности которые на чайном листе находятся даже на самом высококачественном чае могут быть эти возбудители эти опасности напомню что возбудители грибковых инфекций это источник афлотоксинов это один из самых сильных известных канцерогенов если вы не знаете как поддерживать свою иммунную систему правильно зависимости разных обстоятельств одна из опубликованных книг и брошюр рак профилактика ранняя диагностика есть книжка в украинском языке очень важно знать разные факторы один из опасных факторов неправильно заваренный чай время заваривания оно будет разное в зависимости от того чая который вы выбрали просто индикатор очень простой неважно какой чай вы выбрали белый зеленый желтый красный черный синий важно другое важно как только напиток приобрел определенный цвет иными словами активные вещества из чайного листа начали выделяться в раствор и механически смыли возбудителей грибковых инфекций и возможно афлотоксин вот в эту первую заварку должны обязательно слить после этого она вас продолжает остывать время будет безусловно у каждого чая свое дольше всего будет настаиваться белый первый раз и зеленый чай меньше всех черный и синий просто полностью ферментированный чайный лист быстрее выдает биологически активные вещества в напиток и быстрее освободиться вот этой опасности далее вы заливаете уже новой порции воды оптимально залить практически на три четверти посуды накрываете плохо проводящий тепло тканью и некоторое время удерживаете в таком состоянии если вы завариваете черный синий чай то достаточно буквально двух трех минут для того чтобы получить хорошую заварку если это зеленый чай то возможно 10-15 минут вам понадобится для того чтобы получить вкусный и полезный для здоровья напиток максимально снабженным биологически активными веществами как использовать такой чай для молодых здоровых мужчин и женщин чаще всего я советую пить такой чай между приемом пищи если вы будете пить чай перед едой он скорее всего нарушит переваривание пищи и следующий прием пищи будет для вас менее эффективным иными словами больше вероятность того что содержащиеся в нем полезные питательные вещества будут подвергнуты брожению гниению кишечнике всегда находящийся там микрофлорой а вот через полтора два часа после еды и за полтора два часа до следующего приема пищи вот это самое удобное время для того чтобы принять такой чай и получить от него максимальную пользу а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать привычными подписчикам моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а в следующем видео вы узнаете как правильно приготовить чай китайский для не очень здоровых женщин и мужчин и как его правильно применять особенно будет относиться к тем у кого есть вегетососудистая дистония а в следующем видео на моем видео канале вы узнаете как приготовить чай китайский правильно для профилактики и лечения сальвоудиатезы мочекаменной болезни артрозов суставов остеопороза эта патология достаточно часто встречается и к сожалению с каждым годом омолаживается но вы будете предупреждены вы будете знать как приготовить чай правильно либо как изменить ваш способ приготовления чая чтобы с этими диагнозами не познакомиться вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычными подписчиками и канала словами крепкого здоровья и разумного нему отношения а пока вы думаете кому отправят ссылка на это видео если вы получили новую для себя информацию не забудьте поставить на это видео лайк можете сделать репост если у вас остались какие то вопросы напишите в комментариях мне будет интересно какую информацию я в этом видео не осветил или осветил возможно не так как вы ожидали ну а я по наличию свободного времени буду на комментарии отвечать до новых встреч на моих видео канал доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram